Всем привет! В сегодняшнем небольшом обзоре речь пойдет о новом 3D принтере Flying Bear E1 2. Первая версия каким-то образом обошла меня стороной. Почему-то я ее не видел и даже не слышал. Но когда появился E1 2, понял, что была и первая версия. Оказалось, отличий у них немного, поэтому сравнивать смысла нет. Flying Bear вроде бы не выпускали подобных принтеров раньше. Поэтому мне такое решение показалось очень интересным. Маленький принтер с приемлемой областью печати на рельсах и с новым медвежьим экструдером. Почему бы не попробовать? Тем более, что цена вопроса данного принтера на момент создания обзора составляет всего 13 тысяч рублей. Коробочка снова непривычно маленькая. Все стандартно упаковано в спененный полиэтилен. Коробка и содержимое доехала без повреждений. И собственно вот весь комплект поставки принтера. В комплекте с самим принтером есть инструкция, набор кабелей, инструмента, небольшой моточек пластика, комплект сервисного инструмента стандартный для Flying Bear, но не совсем стандартный для остальных производителей. Они всегда добавляют к стандартным кусачкам пинцет и стилус. Вроде бы мелочь, которой у обычного печатника хватает, но для начинающих окажется весьма нужным подарком. Кстати, держатель пластика тут в отличии от его главного конкурента Kingroom KP3S, выполнен привычнее в виде скобы, которая прикручивается к принтеру. Инструкция в печатном варианте расширенная на русском языке, почти как была на ГОС-5. В ней китайцы постарались включить все возможные вопросы, какие могут возникнуть у новичка. И конечно же дали ссылки на сообщество, где будет появляться свежая информация. Огромный плюс данного принтера в том, что он занимает крайне мало места. У него нет отдельного блока питания, как у того же KP3S. Мне нравится, что производители этих компактных малышей взяли на вооружение низкопрофильные блоки питания и все размещают внутри в одном корпусе. Теперь балка. Тут мне понравилось, что концевики на всех осях стоят без лапок. Срабатывание будет хоть немного, но точнее. На валу стоит такая же антивоблинговая гайка, как на Reborn 2. Там она показала себя вполне рабочим решением. Балка оси X выполнена не из алюминиевого профиля, а из гнутой стали. Посмотрим, что будет лучше, но не думаю, что будет разница. Сам хотенд и фидер аналогичны Reborn 2, за малым исключением внутри. Здесь установлен термобарьер с тефлоном до сопла. Думаю, что это из-за того, что принтер позиционируется как начальная модель. В основном на них удобно печатать PLA, PG, TPU и другие низкотемпературные пластики, не требующие термокамеры. Область печати малыша 190 на 190 и на 190 миллиметров. По сути, это немногим меньше, чем область печати всем известных принтеров типа Ender, Hornet и так далее. А места при этом он занимает порядком меньше. Для домашних задач его однозначно хватает и лично я печатал большие предметы крайне редко. Принтер очень тихий, драйвера установлены TMC 2225, прошивка своя, медведевская. Экран расположен нестандартно, а именно вертикально. Но в целом это не вызывает никакого дискомфорта. Много вопросов было по поводу нового подающего механизма. Насколько я слышал, что печать таким экструдером гибкими материалами невозможно, так как там огромные зазоры. Но к счастью с этим можно поспорить и данный принтер печатает в принципе любым пластиком, причем даже гибким. Как по мне принтер хорош, печатает он довольно быстро, 60-80 миллиметров в секунду. Максимум можно выжать до 100 миллиметров в секунду, но тогда возможно появление артефактов. В китайскую лотерею с рельсами я по-моему победил. Явных заеданий и закусываний не было абсолютно. Директ в опровержении моим опасениям вполне способен печатать мягкими пластиками. Обдува тут за глаза. Ультрабаза работает отлично. Честно говоря придраться могу только к отсутствию Wi-Fi. Вроде и мелочь, а было бы приятно. Тем более я привык, что у медведей он есть. Еще раз по поводу температуры пластиков. 5G печатает отлично. АБС, ТПУ и прочие также без артефактов. Бонусом добавили возможность кастомизации головы. Первый же пробный файл для печати на флешке сменный кожух головы. Это конечно приятно, но меня устраивает черный. Из всего мною перечисленного я могу сделать следующий вывод. Flying Bear Ewan 2 это просто отличный и доступный вариант для начинающих. Технические характеристики на высоте. И не уступают даже более дорогим аналогам. Принтер поставляется в почти готовом виде. Устройство работает со всеми видами пластика одинаково хорошо. Яркий и цветной экран управления быстро реагирует на выбранные команды и обладает высокой четкостью. А компактные размеры устройства позволяют не занимать много места и при необходимости с легкостью его перемещать. В общем и целом я остался доволен. Ну а принтер для новичков 100% рекомендую. Ссылку на официальный магазин Flying Bear на принтер и пластик я оставлю в описании под этим видео. Всем спасибо за просмотр. Скоро увидимся.